Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Хрупкое перемирие в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушениях, но признают, что интенсивность огня сильно снизилась. Не с той интенсивностью, которая была прежде, но периодически подвергались боевые позиции наших войск, обстрелы. Голландцы решают на своем национальном референдуме считать ли Украину Европой. До сегодняшнего дня Нидерланды были единственной страной Евросоюза, которая не хотела видеть украинцев в ЕС. Я за договор об ассоциации, потому что верю, что это важно для более стабильных границ Евросоюза. Без мужчин и без гаджетов. Все тайны женского медресе в Бишкеке в специальном репортаже нашей программы. Я думаю, все это поможет мне стать хорошей женой, а может правильно воспитать моих детей. Российские саперы начали разминирование отбитой у ИГИЛ в легендарной пальмиры. Жемчужина античной культуры после отступления террористов оказалась нашпигована тысячами мин. Робинзон по неволе. Вот уже 10 лет пенсионер Михаил Бабурин является единственным жителем заброшенной сибирской деревни. Среди гостей медведей и раз полгода почтальон. Любимые собеседники – кот и бараны. Если я поеду в Канск, я за день устаю от людей, от суеты. Украинская летчица Надежда Савченко сегодня начала сухую голодовку. Ее обвиняли в якобы имевшей место причастности к убийству российских журналистов в Донбассе. А ростовский суд в марте приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы. Летчица, которая сейчас находится в одном из российских следственных изоляторов, заявила о своей готовности держать голодовку либо до своего возвращения на Украину, либо до смерти. Надежда Савченко не признает приговор российских судей, но отказалась подавать апелляцию, так как считает российскую судебную систему ангажированной и преступной. По российским законам Савченко уже в ближайшие часы должны этапировать к месту отбывания наказания. В защиту Савченко высказались почти все европейские лидеры и американское правительство. Как сообщил ее адвокат Илья Новиков, переговоры о возможном обмене летчицы на двух плененных в Донбассе российских офицеров продолжаются, и шанс, что она окажется на Украине, все же остается. Между тем, состояние Савченко, которое держит уже не первую голодовку, внушает серьезные опасения. В Голландии проходит национальный референдум об ассоциации Украины с Евросоюзом. Королевство Нидерланды до последнего времени было единственной страной в Европе, жители которого в своем большинстве в будущем не хотели бы видеть Украину в составе Объединенной Европы. Но, похоже, ситуация меняется. Предварительные данные о ходе голосования говорят о том, что число сторонников украинской евроинтеграции ненамного, но превышает количество противников. Наш коллега Виталий Еремеев о том, как голосовали голландцы. Тут, в Гаге, после опросов, проголосовавших на нескольких избирательных участках, практически 90% людей высказались за соглашение. Иная ситуация в провинции. Скажем, избиратели старшего возраста в Мастрихте, то есть на юге Нидерландов, большей частью отбрасывают возможность сближения с Украиной. Многие считают, что голосование «да» откроет путь к членству Украины в Евросоюзе, иные боятся наплыва мигрантов. Третьи считают, что сближение с Украиной может рассердить Россию. Наконец, часть голландцев просто считает, что не стоит подписывать никаких соглашений, никаких ассоциаций, ибо необходимо сначала навести порядок как в самих Нидерландах, так и в Европейском Союзе. Вот что говорит после сегодняшнего голосования «за» премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Я «за» договор об ассоциации, потому что верю, что это важно для более стабильных границ Евросоюза. Это соглашение о помощи в развитии демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией, а также о развитии экономики и торговых отношений. А вовсе не о присоединении к ЕС, как говорят многие критики. Голосование «нет» окажет большое давление на правительство Марка Рютте, который руководит коалицией либералов и социал-демократов. Оно вынудит правительство и парламент Нидерландов занять более евроскептическую позицию, особенно по вопросам миграции в области свободного передвижения в рамках Шенгенской зоны или политики стран Еврозоны. Голландцы сыты по горло Евросоюзом и этим договором с Украиной. Он не в интересах голландцев. Это факт. Это может показать Брюсселю и европейской элите, что с нас хватит. На самом деле известно, что мнения части людей Нидерландов, части граждан Нидерландов, изменились после огромной и активной кампании за ассоциацию со стороны украинского сообщества Нидерландов. Виталий Еремица для настоящего времени из Гааги. Накануне референдума в Киеве у посольства Нидерландов несколько сотен украинских студентов выстроились в живую цепь. Акция была своеобразным обращением к европейцам, поддержать интеграцию Украины в европейскую структуру. Референдуму предшествовала мощная пропагандистская война в российских, украинских и голландских средствах массовой информации. Наш коллега Андрей Черкасов о том, как освещали подготовку к голосованию журналисты. Шестого апреля референдум. Что думают голландцы об Украине? Моя партия поддерживает Украину, поэтому и я буду голосовать за. Украинские бандиты украли голландские картины. Украинский вопрос на голландском референдуме главный лишь на первый взгляд. Скорее, это история о том, как Нидерланды разочаровались в ЕС. С приближением 6 апреля материалов о референдуме стало больше и в Украине, и в Нидерландах. Вполне объяснимо. Но не смогли сдержаться и СМИ в России, которые формально никакого отношения к голосованию не имеют. Еще одна попытка прорваться в ЕС. Судьбу незалежные будут решать в Нидерландах. Умностью поставить крест на Евроассоциацию Украины может референдум в Нидерландах. Нации, легализовавшей проституцию, легкие наркотики и однополые браки, придется решать на референдуме, достойна ли другая нация, наши соседи, настоящих европейских ценностей. Россиян уверяют, украинцы в отчаянии, упрашивают европейцев и угрожают им. Мол, министр финансов Украины просит перенести референдум и пишет об этом в Госдеп США. Украинская внешняя разведка готовит нападение на противников и хочет сорвать референдум. А полк Азов обещает самые настоящие теракты. Словноте! Смерть пора вам! Все это откровенная дезинформация. По данным независимых экспертов BillingCat, по крайней мере один фейк об Азове сфабрикован так называемыми кремлевскими троллями. Но попадают фальшивки даже в эфиры крупных телеканалов. Прорываться в Европу Киев намерены более радикальными методами. Это доказывает документы службы внешней разведки, которые обнародовали хакеры Киберберкута. Российские миди рассказывают, неблагодарные соседи изо всех сил рвутся в ЕС, а им там не рады. Голландцев пугают перспективы наплыва жителей Украины после ратификации соглашения об ассоциации Киева с ЕС. Граждане Нидерландов не хотят пускать Украину в Евросоюз. По данным последнего соцопроса, сказать Киеву нет, собираются 44% голландцев. Согласно последним опросам, большинство голландцев выступают против такой ассоциации. Из всех проведенных опросов для российских телеэфиров отбирают только антиукраинские. И на всякий случай добавляют, если Нидерланды все же проголосуют за экономическую ассоциацию, ничего хорошего из этого не выйдет. В случае подписания соглашения Евросоюз может оказаться в еще большем кризисе. Отношения между Москвой и Амстердамом значительно ухудшатся. А еще некачественная украинская продукция, которая окажется на европейских прилавках. В Алма-Ате сотрудники мэрии отказались от автомобилей и пересели на велосипеды. Правда, вместо 86 чиновников, о которых заявлял мэр бывшей казахстанской столицы на встрече с жителями города, были замечены только 5 сотрудников его пресс-службы. Их фотография была опубликована в соцсетях. Полтора месяца назад Аким Алма-Аты сообщил, что все сотрудники мэрии будут приезжать на работу не на личных иномарках, а на велосипедах. Таким образом, городская администрация решила внести свой вклад в экологию города. Сегодня у нас часть сотрудников Акимата, уже по-моему 8-6 человек, пересядут полностью на велосипеды. Сами мы. Коммунальные службы мы сейчас переделаем. Я сам планирую сесть на велосипед. Все наши машины мы переведем на газ. Будем стимулировать частный бизнес, чтобы было дешевле переводить машины на газ. И плюс обеспечить, чтобы парковки были на газ. Это вызывает чуть-чуть смех, но если мы не покажем пример, кто покажет. Как рассказал телеканал Алма-Аты, для чиновников-велосипедистов построили удобные парковки и установили душевые кабины в здании администрации. Нужно отметить, что ездить по Алма-Ате на велосипеде не так и легко. Город расположен у подножия гор, поэтому добраться до верхней части мегаполиса намного сложнее, чем спуститься до нижней. Более того, город постоянно окутывают облака смога. И пересадка пятерых чиновников на велотранспорт навряд ли сможет улучшить экологическую ситуацию, как надеется алматинский мэр. Без телефонов, гаджетов и по строгому расписанию живут воспитанницы мусульманского пансиона в Бишкеке. Учреждение настолько закрытое, что попасть в него может далеко не каждая женщина. А мужчинам вход вообще категорически запрещен. Джебек Бегалиевой удалось побывать в пансионе и узнать, почему религиозные учреждения для девушек стали так популярны. Жизнь воспитанниц пансиона действительно обособлена и закрыта. Попасть внутрь могут только женщины. Присутствие всех остальных – харам. Поэтому даже снимать репортаж мне сегодня придется самой, без оператора. Даже если мужчин в медресе нет, девушки все равно ходят в хиджабах. Это, впрочем, им нисколько не мешает заниматься спортом. Физкультура – обязательный урок для всех воспитанниц. На заднем дворе девушки могут гулять в любое время, а вот выходить на улицу можно только с разрешения наставниц. Утром встаем, завтракаем, потом читаем намаз и приступаем к изучению ислама. Еще мы учим иностранные языки – арабский, английский, турецкий. А свободное время проводим по-разному. Про то, что происходит в стране, ученицы узнают по телевизору. Телефоны и любые другие гаджеты здесь запрещены. Их хранят в специальном сейфе и выдают только на выходных. Очень большое внимание у нас отделяет нравственной стороне воспитания. Поэтому обычно мы не смотрим всякие сериалы. В основном смотрим новости. Девичьи радости здесь совсем другие. Шить красивую юбку или удачно приготовить обед. Идеальной мусульманской женой должна стать каждая, кто выйдет из этих стен. Я думаю, все это поможет мне стать хорошей женой. Поможет правильно воспитать моих детей. Нас учат здесь тому, что обязательно пригодится потом. Своими выпускницами в пансионе гордятся. Благодарные мужья иногда приходят на поклон к наставницам. Девочек набираем на базе девятого класса. То есть, соответственно, они здесь получают как среду специального образования. Религия обучается. Навыкам швеи и повара. Что говорят мужья? То, что они хорошо готовят. Что они покладистные, толерантные, терпеливые. То, что они какие-то на все проблемы. Но проблемы всегда бывают. На многие проблемы так относятся с пониманием. Заполучить невесту из медресе часто пытаются и через сотрудников. Но сватовством в пансионе не занимаются. Поэтому, по рассказам воспитанниц, в поисках женихов надевают платки даже те, кто далек от религии. Среди многих девушек это вошло в моду. Они покрывают голову, хотя в жизни не читали намаз и не имеют представления о том, что такое ислам. В нашем пансионе, конечно, таких учениц нет. Всего в пансионе учатся около 70 девочек. Но совсем скоро медресе, похоже, не будет вмещать всех желающих. Поэтому учредители планируют построить еще одно такое учебное заведение. Дьбек Бегалиева. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. Далее в программе. Хрупкое перемирие в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушениях, но признают, что интенсивность огня сильно снизилась. Не с той интенсивностью, которая была прежде, но периодически подвергались боевые позиции наших войск. Обстрелы. Российские саперы начали разминирование отбитой у ИГИЛ в легендарной Пальмире. Жемчужина античной культуры после отступления террористов оказалась нашпигована тысячами. Робинзон по неволе. Вот уже 10 лет пенсионер Михаил Бабурин является единственным жителем заброшенной сибирской деревни. Среди гостей медведей и раз в полгода почтальон. Любимые собеседники – кот и бараны. Если я поеду в хан, я сзади не стою. От людей, от цветы. После достижения договоренности прекращения огня в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан сразу же начали обвинять друг друга в нарушении режима перемирия. Азербайджанская сторона заявляет, что армянская артиллерия за три дня 115 раз открывала огонь на линии соприкосновения. Азербайджанцы были вынуждены отвечать. Армения, в свою очередь, делает аналогичные заявления, но с точностью до наоборот. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что перемирие будет сохраняться только при условии его обоюдного соблюдения. Я еще раз повторяю, Азербайджан в одностороннем порядке прекращает все военные действия, но при одном условии, что противник не будет этим пользоваться. Они должны прекратить огонь и оставаться на своих позициях. Мы воюем на своей территории. В свою очередь, представители Нагорного Карабаха заявили о своих потерях в ходе трехдневного конфликта. Называется цифра в 50 убитых военнослужащих и 100 раненых. Говоря о предполагаемых потерях неприятеля, армянская сторона утверждает, что уничтожило 300 азербайджанских военных и не менее тысячи были ранены. Баку с этими цифрами не согласны и настаивают на том, что их потери составляют только 31 человек. Тем не менее, обе стороны признают, что в ходе реализации перемирия интенсивность артиллерийского огня действительно снизилась. Со стороны вооруженных сил Азербайджана периодически, не с той интенсивностью, которая была прежде, но периодически подвергались боевые позиции наших войск обстрелам. В ходе ведения боевых действий силами армии обороны, подразделений армии обороны была проведена контратака на всех направлениях, на которых противник винился. И была восстановлена система позиций района убежения. Ситуация в Нагорном Карабахе может стать темой обсуждения на саммите стран-членов ЕАЭС. Он должен был начаться в Ереване 8 апреля, но был перенесен в Москву на 13 апреля. Инициатором переноса стал Казахстан, премьер-министр которого ранее заявлял, что не приедет в Ереван. По мнению казахстанских политологов, власти республики не захотели ехать в армянскую столицу, чтобы не обидеть Баку. Освобожденный от боевиков ИГИЛ жемчужина античной архитектуры древнесирийский город Пальмира оказался буквально нашпигован тысячами самых разнообразных мин. Разминировать Пальмиру прибыли российские саперы. Наши коллеги из Рейтер с подробностями об этой опасной операции. Специалисты противоминного центра вооруженных сил России приступили к поиску и обезвреживанию мин в Пальмире. Группа разминирования использует главным образом переносное оборудование, а также специально обученных служебных собак. Работы ведутся на путях подъезда к исторической части города, который около года находился в руках боевиков экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Саперы обнаружили и извлекли самодельные взрывные устройства, установленные на дорогах, перекрестках и придорожных строениях. Боевики оставили самодельные фугасы и мины с электродетонаторами на насосных станциях водопровода, электростанциях, в пекарнях, больницах и других объектах жизнеобеспечения. Адские машины, которые опасно извлекать, уничтожаются на месте с помощью накладных зарядов. Во время оккупации Пальмиры экстремисты устраивали в античном городе показательные казни. Они разрушили многие древние памятники, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сирийские войска освободили Пальмиру в марте с помощью российской авиации, военных советников и, как сообщали некоторые российские СМИ, частных военных компаний. После разминирования в Пальмиру придут археологи и реставраторы. Эрмитаж заявил о готовности участвовать в восстановлении архитектурных памятников. О намерении способствовать реставрации древних сооружений заявили научные центры Соединенных Штатов, Италии и других стран. Накануне мир облетели кадры Рейтер о сбитом боевиками террористической группировки Анусра самолете сирийских ВВС. Больше всего экспертов озадачил факт наличия у исламистов переносных ракет «Земля-воздух», которыми, как утверждается, и был сбит истребитель армии Асада. Сегодня Рейтер распространяет новые кадры, снятые на мобильный телефон. На них сцена пленения боевиками пилота, которому удалось катапультироваться. Вы видите, как десятки боевиков накинулись на сбитого летчика и избивают его. Авторы видео утверждают, что летчик во время его пленения никак не пострадал, так как командиры террористов запретили его убивать. А те выстрелы, которые слышны на видео, это выстрелы победы по случаю такой большой удачи. Без соседей, друзей и родственников. Сибиряк Михаил Бабурин вот уже 10 лет является единственным жителем деревни Михайловка. Выжить 66-летнему пенсионеру помогают огороды хозяйства. А постоянным собеседникам давно стал кот. Иди сюда, вот, на солнце. На солнце. На солнце. Пара новорожденных ягнят. Только таким пополнением деревня Михайловка и может похвастаться. Вот уже 10 лет здесь прописан один единственный человек – Бабурин Михаил Максимович. Отшельником он стал по неволе. Все местные жители постепенно уехали, а у пенсионера другого жилища, кроме отчего дома, не оказалось. Да здесь и Сулико, и Софико, и Маша. В стайке у Михаила Максимовича целый овечий гарем. Возглавляет его баран Васька, который с недавних пор не жалует хозяина. Чуть что норовит ударить в бок. Зимой отшельник еще и кур держал, но всех несушек погубил колонок. На капкан. Двух поймал. На. Зубки какие. Впрочем, колонок оказался совершенно безобидным по сравнению с медведем. Этот сибирский хищник навещает Михаила Максимовича ежегодно. Из-за его проделок пришлось даже ворота перестраивать. А на заборе до сих пор красуются следы когтей. Я как посмотрел на него, так он вот так вот был мне. На четырех ногах. И уже барану нёс. Я как взревел. Остав баран, это мой баран. В Михайловке Михаил Максимович родился, закончил школу, отсюда ушел в армию. Когда служил на флоте, побывал и в Африке, и в Индии. Затем осел в Красноярске, женился, устроился на завод. После развода оставил трехкомнатную квартиру жене и сыновьям, а сам вернулся в родную деревню, которая в советское время была передовым совхозом. Сейчас он сам себе и парикмахер, и пекарь, и даже портной. Мне не нравится шить, но приходится. О том, что происходит в мире, он узнает по радио и старенькому телевизору. Но Михаил Максимович признается, что от одиночества не страдает. Парой слов можно и с котом-маркизом переброситься, а все остальное время проходит в заботах по хозяйству. Если я поеду в Канск, я за день устаю. От людей, от суеты, от этих машин. Я устаю. Лучше здесь. Периодически первому и единственному парню на селе пишут женщины. Письма приходят даже из Германии и Латвии. Хотя отшельник настаивает. Ему и одному хорошо. Раз в месяц в Михайловку приезжает почтальон, привозит пенсию и продукты. Но это в том случае, если погода позволяет. Осенью и весной дорогу размывает, и пенсионер на несколько месяцев оказывается отрезанным от внешнего мира. И такая ситуация не единична. В одном только Красноярском крае сегодня насчитывается 15 деревень с единственным жителем. Марина Мышко, Сергей Чудинов. Настоящее время. Красноярский край. В горных районах Таджикистана скот пасут женщины. Полгода они кочуют по пастбищам, сопровождением мужей и родственников, и даже рожают детей. Пастушьему делу их обучают еще в детстве. Считают, что женщины-пастушки надежнее и ответственнее относятся к работе. Репортаж наших таджикских коллег. Фирузая Тагаймурот, 24. Уже пять лет каждое утро она садится в седло и отправляется пасти овец. За каждую из 400 голов отвечает собственный. Получаем зарплату по 400 самани. У нас почти 200 голов скота кооператива и 200 голов личного скота. Сейчас на Алимтое весна. Через месяц весна начнется на Шураободе. Так мы кочуем до Дарвоза, а осенью вновь возвращаемся в Алимтое. В советские времена в местном племенном кооперативе работало 60 пастухов. В подавляющем большинстве – женщины. После распада Союза пастушек почти не стало. Сегодня традиция возрождается. В нашей семье все пастухи из поколения в поколение. Эти девушки родились и выросли в этой атмосфере. Они рады тому, что они пастушки и любят свою работу. Махира Адинаева тоже выросла в семье пастухов. Говорит, отвергла нескольких городских женихов. Замуж вышла за того, кто разделяет ее образ жизни. Тоже за пастуха. У меня сын родился прямо в пути. Теперь ему три года, и он умеет ездить на коне. У нас хорошая жизнь. Хорошую жизнь осложняет только непрекращающаяся война с волками. Серые так и норовят стянуть ягненка из стада. Но женщины-пастушки умеют дать отпор. И хищникам, и стереотипам. Дарья Соловьева, Рахмуджон, Рахмадзада. Настоящее время. Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте на социальных сетях и смотрите на сайте carintime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова